Здарова, морячки! С вами Адмирал, это Fortnite и это уже четвертая часть из серии видео под названием «Куда падаем?». Напоминаю, я придумал эту рубрику для того, чтобы подробнее узнать о новых локациях, подробнее их исследовать и показать как для себя, так и для вас интересные и прикольные фишки на тех или иных локациях. Но самое главное это показать то, как выйти победителем из локации в начале игры. Ведь я уверен в том, что 50% успеха зависит от вашего начала. А сегодня у нас место, где поселился довольно-таки странный и интересный персонаж. Многие его знают, многие видят впервые, но тем не менее, дамы и господа, это Питер Гриффин и его «Сухие степи». Усаживайтесь поудобнее и погнали! Субтитры создавал DimaTorzok Итак, морячки, перейдем теперь непосредственно к разбору данной локации и по традиции начнем с плюсов. Первым плюсом и самым главным я выделил это местонахождение одного из пяти медальонов общества. Он находится у Питера Гриффина. Также у Питера Гриффина, помимо медальона общества, после его смерти можно получить мифическую помпу. Для тех игроков, кто играет в режиме строительства, кто играет в стандартной королевской битве, данное оружие является мастхеллом. И я вот как не смотрю видосы по киберкотлетам, почти все стараются играть с этой помпой. Так что, ребята, всем советую, кто играет в стройках, данный босс является для вас одним из самых приоритетных на данной локации, чтобы получить эту помпу. Также, так как здесь находится Босту, вторым плюсом я выделил это модульный станок и кейсы вооружения. То есть стол модификаций, он находится в самом сейфе. И ни для кого не секрет, что в данном обновлении стол является прям мастхеллом моментом для вашей дальнейшей победы. Почему? Потому что именно на столах вы можете поставить все необходимые модули для вашего вооружения, чтобы вам было комфортно и проще убивать противников. Я, честно говоря, уже, наверное, последние дни стараюсь играть без модульных вооружений. А именно, то есть какое оружие подобрал, с тем и играю. То есть лишний раз на станке никакие лишние модули не устанавливаю. С чем это связано? У меня закончилось золото. В целом это единственная причина. Вторым основным плюсом для данной локации, несмотря на ее довольно-таки средние размеры, я не могу сказать, что это большая локация или маленькая, она средняя, укомплектованная, довольно-таки удобная. Но, тем не менее, на такой локации я выделил второй плюс. Это огромное количество сундуков, которые вы сможете здесь залутать. Вот перед вашими глазами, да, примерно их количество. Если подсчитать вот так вот, то давайте чуть-чуть прям отдалим, что это 20, 20, где-то там 19 я видел. Ну, около 50 сундуков. Вот, вы можете поставить на паузу и в комментариях написать, сколько сундуков здесь находится на локации. Но напоминаю, что данное количество сундуков это не 100% гарант. Что это значит? Это на карте показано максимальное количество сундуков, которые может заспауниться на данной локации. Но, сразу же, видя эту картину, можете для себя выбирать где-то 70% от всех сундуков. Тем не менее, несмотря на укомплектованность сухих степень, такое количество сундуков довольно-таки очень обширное и большое. Поэтому сюда можете спокойно падать с квадами. И если вы уже знаете, где находится какой-то пул сундуков гарантированный, чтобы залутать, считайте, что вы с этой локацией будете выходить победителем. Четвертый и, на мой взгляд, один из самых интересных плюсов, это активности на данной локации. Что я имею в виду? Я отметил для себя какие-либо и для вас какие-либо интересные активности, которые есть на карте. Это кусты, это канализация, с которой можно телепортироваться буквально по всей карте, как видите. Их находятся две, если вы не знали, которые имеют свои линии перехода. Также транспорт, на который можно будет в случае чего уехать. Ну и, конечно же, сам босс и стол модификации и кейсы вооружения. Да, конечно, можно здесь еще раз смотреть, там закинуть еще сюда сундуки, еще что-нибудь, патроны вооружения. Но это, пожалуй, самые основные моменты на карте. Почему я выделил кусты? На данной локации кусты расположены очень удобно. Они находятся в стороне от зданий, в которых можно, допустим, спрятаться. Если взять, к примеру, мой личный пример, то вот конкретно в этом и вот в этом кусту, да, вот, я очень часто прятался и просто дожидался противников, которые убьют босса, либо же закончили перестрелку, либо же, как говорится, в крысу их забирал. Ну, а что поделать? Это игра, то есть, как бы, нужно играть так, как ты умеешь. Вот, ну, а самое интересное из этой всей локации, это то, что здесь находятся вот такие прекрасные канализации, которые ведут вас с восточной части локации в западную и наоборот. Ну, что же касается теперь минусов данной локации? И, как всегда, по традиции я для себя отметил первый минус, это многоэтажность данной локации. Я не любитель зданий, которые больше двух этажей, вот, максимум два, это для меня все, если есть выше двух этажей, все, мне эта локация не нравится. А таких домов здесь достаточно, особенно в центре. И вот эти перебежки по зданиям, внутри здания, по комнатам, на первом, на втором, на третьем, на четвертом этаже, иногда утомляют. Вот, честно скажу, мы одного врага, вот, помню, прям, как сейчас игру, искали, ну, минут пять. Минут пять это по игре очень много, учитывая, что сама катка длится 20 минут в среднем, да, представьте, то есть четверть игры мы просто искали чувачка, который засел, вот, не помню, где-то вот в комнате просто в центре здания, где-то в уголку сидел и не двигался, ждал, пока мы уйдем. Ну, а мы понимали, что он там находится и хочет воскресить своих ребятишек. Поэтому нам пришлось просто ломать здание в ноль, пока он сам себе не выдал, и там уже его, соответственно, убили. Но, тем не менее, кому нравится многоэтажность, кто просто кайфует от плотных застройок, это локация прям для вас. Но для меня это минус локации, и поэтому первый минус это плотность застройки и многоэтажность. Второй минус, и, возможно, даже плюс тут как бы непонятно, данная локация, это то, что в сухие степи падает очень много людей. Локация является популярной, и, соответственно, как минимум из-за мифической помпы в королевской битве сюда падает очень много народа. И, тем не менее, плюс от этого идет, что фан, минус, очень много людей. У вас будет вот практически, ну, наверное, одна из десяти игр, когда в данную локацию никто не упадет. И вы просто будете смотреть на карту и увидите, что в зоне лежит медальон общества, который никто не залутал. Но это бывает настолько редко, что я уже автоматически понимаю, что если мы на эту локацию летим, нас вот в 90% случаев ждет файт. Либо это будет один игрок, либо два, либо несколько сквадов, то как пойдет. Но то, что там будут люди, это гарантированно. Итак, мальчики, давайте теперь поговорим о тактике и моем видении, ведении боя, как лучше всего начать игру, если вы планируете падать в сухие степи. И я покажу, как это можно сделать максимально безопасно для себя и с долей высокой победы, чтобы вы в начале игры вышли победителем и дальше уже чувствовали себя максимально комфортно. Но давайте для начала разберемся, что я здесь отметил. Бордовым цветом, как ни странно, выделены сухие степи. Таким темно-зеленым у нас расположена железнодорожная станция и туннель, который ведет от железнодорожной станции до сухих степей. Это интересный момент, запомните его, пожалуйста. Далее, с левой стороны у нас светло-зеленые прямоугольники. Это места интересных локаций, где вы можете завутаться перед тем, как идти в сухие степи. И бирюзовый, это радиовышка. Очень важный момент. Итак, как мое ведение боя происходит и как я вообще действую, когда падаю вот в эту часть карты. Зачастую я для себя подметил один момент, что у нас есть вот такая интересная вилла, на которой вы можете 100% забрать 3 сундука с вооружением. Что это значит? В данном здании, в подвале гарантированно каждую игру, обращаю ваше внимание, лежит 3 сундука. Это, как правило, 100% всегда снайперская винтовка. Потом либо автомат, либо пистолет, либо пистолет-пулемет, либо же дробовик. То есть тут уже как повезет. Но снайперская винтовка must-have, поэтому если вы любитель отыгрывать от снайперской винтовки, то вам сюда. Но, помимо этого, на данной локации также расположено, по-моему, 10 бочек, которые гарантированно вас захилят на 100 единиц щита. То есть, либо же 100 единиц дороги, как вы уже стартанете. И в целом, по кейсам, если разобрать, давайте разберемся кейсами, то здесь лежит до 5 кейсов. Но, поверьте, на 2-х человек здесь вооружения хватает выше крыши. И моя тактика в следующем. В начале игры я стараюсь падать на вот этот джамп. Почему? Потому что там может упасть до 2 кейсов, которые находятся возле самого джампа, либо же чуть ниже. Если же я вижу, что людей нет, то на радиовышке также можно залатать до 2 кейсов. И подниматься на джампе и лететь уже непосредственно в данное здание, где я гарантированно залатаю 3 вооружения, а именно синего качества и выше. Об этом я забыл сказать, но с кейсов падает оружие от синего качества и выше. То есть, а тут уже все зависит от вашего везения. Далее, какая тактика? Если я вижу, что на сухих степях медальон Питера Гриффина не двигается, или все там тихо, спокойно происходит, или я вот, допустим, не увидел, что туда летят люди, я могу спокойно побежать на пляж, где есть NPC, который, если его завербовать, будет вас хилить. Пусть это будет Артем. Он похож на Артем. Вот, Артем умеет вас хилить. Вот, раз в некоторое время закидывает вас сплэши, которые, собственно, восстанавливают хп и единицы брони. В принципе, идеальный, один из идеальных персонажей, один из идеальных NPC-наемников, которые вы можете завербовать в свою команду. Я помню, когда мы играли с братом в ДОСа, мы его чуть ли не каждую катку забирали, и он у нас шел чуть ли не до самого конца, и помогал просто на выживой. Где-то чуть-чуть подхилил, и где-то еще что-то. Где-то на себя урон, допустим, принял. Очень удобно. Плюс с ним комфортно бегать в зоне, он также хилит себя, от чего не умирает, и, соответственно, вас. Также на берегу расположено очень много сундуков. Вот, если вот так посчитать, да, то 8 сундуков можно здесь залогать. Плюс вот это вот место, вот здесь находится в сундучок, вы также можете захилить себе 100 единиц брони. Здесь вот находится 10 бочек. Ломаете пол, ломаете, выходите и идете воевать. И из этой локации удобно выходить. Помимо джампинга, здесь зачастую помнятся машины. До трех машин. Байк, да, спорткар, либо же внедорожник. Вот на которых вы уже едете в сухие степи. Если вы, допустим, не хотите лутать берег, то предлагаю идти уже на спасательную вышку. Где сундуков побольше, лута побольше, поинтереснее. И до сухих степей будет поближе. Также, если вам вдруг не хватило лута на вилле, спокойно идете лутать спасательную вышку. Куда, кстати говоря, народу падает побольше, чтобы стартово тоже залутаться. Вот, и потом уже идете в сухие степи. То есть мой маршрут выглядит вот примерно так. Я стрелочками его оба оснащил. Я падаю в районе вышки, лутаю 2-3 сундука, лечу на виллу, забираю гарантированно кейсы с вооружением. Также смотрю либо на берег, либо на вышку. Но, если я вижу, что в тот момент, когда я злоутал виллу и захилился полностью, я вижу, что медали нет, ее уже забрали. Я тапками просто даю в пол и бегу уже в сухие степи. Почему? Потому что очень удобно забирать противников, как только они убили босса, открывают хранилище, и, как правило, почти все поголовно начинают вставить модули на столе модификации. И это просто идеальная мишень для убийства. И также есть еще один момент. Помимо того, то можно стартовать с радиовышки, дальше идти в виллу и все такое. У нас есть интересный момент с железнодорожной станцией. В начале игры, как только вы падаете на локацию в сухие степи, можно идеально стартовать с железнодорожной станции. Несмотря на то, что здесь находятся всего два сундука, точнее, до двух сундуков, и по вооружению, буквально вот, не дайте мне соврать, да, Восемь автоматов, до восьми автоматов может упасть. При своем быстром взаимодействии просто с окружением, с вооружением, с сундуками, можно быстро бежать в туннель и выходить уже на локации вооруженным и принимать противников. Это выглядит как будто бы очень долго и неэффективно. На самом-то деле, я хочу сказать обратно. Также, станция, чем удобно. Посмотрите, на каком расстоянии они расположены друг от друга. Очень близко. Вот, действительно, очень близко. Но какой есть в этом плюс, очень интересный? Здесь расположены очень интересные активности вблизи друг друга. А именно, автомат медикаментов и автобус воскрешения. то это значит, если вы с друзьями воюете, или вдруг проиграли битву, одни оставилися, или наоборот, выиграли ее, вы можете спокойно отойти к фургону возрождения возродить противников и с новыми силами уже начать воевать. Либо же закупиться медикаментами, захилить себе щиты, захилить себе КП и также с новыми силами идти уже воевать. Либо же, наоборот, если вы вышли победителем, не боясь ни зоны, ни других противников, просто приводите себя в чувство, залечивайтесь и вперед с новыми силами. Примерно так это у меня все выглядит. Не только в голове, а на практике. Но самый интересный момент, самый интересный момент это расположение вот этого березового квадратика. Что здесь находится? Это радиовышка, как я ранее сказал. И как в случае с радиовышкой давайте сейчас все откручу. Как в случае с радиовышкой возле замерзшего отеля, прошу прощения, обледеневшего, которая находится вот здесь, данная вышка довольно-таки часто дропается и появляется на карте. То есть в среднем 8 из 10 игр у вас будет расположена расположена. В среднем 8 из 10 игр у вас будет расположена данная радиовышка. То есть после того, как вы залутали сухие степи, либо же если не успели их и вы уверены в том, что лучше вам туда не идти, после того, как залутали западную часть, вы можете смело идти на радиовышку и поджидать противников там. Почему? Потому что, как я ранее говорил, радиовышка в лейте вам очень сильно поможет и упростит шесть. То есть это одно из немногих, что нужно забирать в самую первую очередь. Вы можете забить вот реально на медальке, можете забить вот честно вам говорю. Но радиовышка может вам спасти очень много раз в жизни. Как это работает? Напоминаю, радиовышка подсказывает зону следующей бури, то есть следующий круг бури подсказывает на карте. Это длится всю игру, нет ограничения на 5 волны, на 3 волны, на 10. Нет, до конца игры, пока вы не победите либо же не умрете, показывают вам следующую зону. это очень удобно, вы можете сразу же продумать свой план для дальнейших действий. Пойти на север, на запад, восток, то есть дальше уже решайте сами. Но как у меня это выглядит, я люблю играть агрессивно, после того, как я улутаю радиовышку, моя следующая цель находится уже здесь. И я стараюсь забрать уже вторую медаль. Собственно как-то так. Итак, морячки, сейчас разберемся с тактикой, падаем на синюю метку, на ту самую вилу, где гарантированно можем забрать три оружия из кейсов синего качества и выше. И далее посмотрим уже пойдем ли мы на берег либо сразу же в сухие степи в зависимости от того, как быстро убьют Питера Гриффина и залутают медальку. А нас обгоняют 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 смотри видишь два тела летит впереди. Тогда на берег сразу предлагаю дропаться. Ну давай через джамп до берега я сразу уже на джамп полечу. Они на этот побежали. Куда? На Гуру? Нет, на этот. Правее? Да. На пожарную? На берег. На берег побежали. Туда дальше. На пожарную станцию. Да. Понял. Вижу, вижу, прыгает вот здесь. Метку убрал. Транспорт не нужен. Она просто наводится. Понял. Приляли по мне? Ой, в голову попали. Пустите сил. На вышке, на вышке. По голове дал. Еще по голове дал. Беги. Один белый, 15 хп. Оставил? Их уже двое. Да. Они на первом этаже. Белый, 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 белый. Один вообще. в ноль, в ноль. Еще на ключ. Еще с моей стороны. улице. Белый, белый. Одинок, перезаряжаюсь. Я с щитом. Хорошо. Еще перезаряжаюсь. Я щит вреда. У меня, у меня. На вышке? Да. Зона идет. Посидим в зоне. Я могу в инвизе побегать. Он умер. Умер? А, да. Да, зона умер. Ну, все отлично. Я так понимаю, матриручная система, если переключаешься на оружие, она спадает с тебя. И если урон получаешь. Выбегать будут. Вышку сразу забираем. А, понял. Я в спине. Да, да. Иди, я все нормально. А, ты вышел, что ли? Да, но я сверху на крыше был. А, понял. Давай сразу заберем у тебя, у тебя, у тебя. А ты? У меня, да. А, враги, враги, тоже умер. Ай, я белый, я умер. Одинок? Да, я наверху перезаряжаюсь. А, меня вот танцует просто, тролли типа. Рес, 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 срочно, 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 рес. Что там будут делать? Не пойдет, не пойдет. Его сзади прессуют, нормально. У меня типы слива, типы слива бегут. Топки травишь, в натуре конкретно. Я ухожу отсюда, слышите? Давай, давай, тоже, тоже, тоже. Я вон везде бегу. Так, убили нашего типчика. На тачку сели. За тобой, по-моему, едут. Пусть найдут. Четыре. А, вон, внизу коронку забрал. Я ухожу, вообще, я убежал, мне просто понятно. На машине этот? Да, да, да. Ну, пусть я вышел. Я укажу, укажу, укажу. Хорош, просто лучший, сработали, гениально. Я укажу, в виде просто укажу. 5 секунд до инвиза. По ним еще стреляют, по-моему. Да. А, медальку кинули или нет, или показалось? Могу это скинуть, миники. Ты думаешь, это здесь залутаться? Давай, все, забрал. Все, Есть патроны на ВП? Да. Давай. Забрал. Подойди к боту, только и ко мне подойди. Они где-то сейчас в горы будут, мы можем их здесь с камнем принять. А, либо подняться на гору, ну, вот. Они на горях. Давай, я в инвизе поднимаюсь. А, на оружие, когда переключаешься, все, спадает. Даже если не стреляешь. А, на крыше, на крыше, на крыше, на крыше. По-моему, увидел. Пусть, вау. Ху-ху! На, попал в голову. Спина. Задерь, задерь, задерь. Откуда? Поезд, поезд. Кинул с поезда. Он обратно загрынул? Я поезд, 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 бомблю. Ну, минус 101. Я им? ты, зарол. Я им, отракетницы, не ты, конечно. Так, у меня тут тело, если что. Ой, ой, хорош, хорош, все, отлично. Какая-то, красивый, высоких степях, там, развалин всех. Нормально. По классике, по классике, Сереж. Без проблем, без проблем. Как красиво. Ну, пока, что-то выглядит агрессивненько, если честно. Ну, просто поаккуратней. Сарк уже там, в одного, как бы. Андрюха, ты, Соло. А я вот смотрю, думаю, почему я не... Потому что у нас, вот я тоже замечал, хватит, есть такая движуха, поставить точку, а потом по ситуации, типа. Да, да. Поэтому тут надо, как бы, это учитывать факты. Да, я точку поставил, я на эту точку прилетел. Да я знаю то, что кранч летал. Поэтому я присматривал за тобой, но не успел тебе сказать. У меня есть... У нас наступает, Яночка. Коллективная, коллективная, серый, коллективная. Не, у меня, нормально. Я сейчас завязаю за... А, Пав, тут ничего. Давай, и я до Андрюхи, короче, побежал. Да я-то нормально. А, все, тогда отбой операции, у нас подать тело, где-то рядом. На крышку меня. 150. 150. Есть. Сзади, накидывают. Синего сундука, пацаны. Еще, 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 еще. Ай-яй-яй, в спину, боже, подиисус. Андрюха, там? Не белый, не белый, по УКП геда, сел. Ага, белый. Метку, метку, метку еще. Еще, 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 сверху. Адмирал, там спину кто-то напихивал. Еще, где? Поднамин, поднамин, поднамин. 41. У меня, где я нокнул, пацаны, в спине, в спине, у вас спине. У меня. Килюсь, 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 килюсь. Сейчас я вот где-нибудь соединяю лесу. Еще у меня двое. Учуду, что он сейчас вот тут бежит прям. не ушел, вот нет. У тебя двое? Да, у меня двое. Спасибо. Они может в люк ушли, потому что я слышу, да, они в люк ушли. Ушли, ушли в люк. Откуда же верим? Возьми отсюда. Нормально, чемпионат. Ой, накидывает, накидывает. Не понял, откуда. У нас, у нас, чувак. У нас топает? Снизу, 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 снизу. Еще его не вижу. Хорошо? Хорошо. Так, это мы заберем. Видите, откуда? Дом в доме. А, улица эта. Ну, так я так. На синий метке? Да, был. Угу. Так, но они забрали эту. Андрюк, иду к тебе, иду к тебе. Иду к тебе. Через люк. Прыгаю. У тебя. Я точно так же через люк прыгал. Ничего страшного. У меня вот здесь станет. Или это бот? Руки бота. Да, да, если бота, она бота. А мы не уходим. Они уже, они уходим. Они уходим. Они уходим. Они уходим. Они уходим. Они уходим. И втором этаже. Да, да, да. Да, на второй по-моему на третий перебежал. Здесь не ошибаюсь. Помогаем. Минус 192. Хорошо, здесь. Зади, задади, задади. Да. нет еще топает еще кто-то топает шаги шаги видел где-то вот с этой стороны патроны есть автомат где-то наверно вот с этой стороны медаль подверите надо где-то в этих метку почти сбили сейчас на берег побежим там сразу все запьемся внизу все собрали я только калаша я там не был даже у меня у меня лут лут или люди 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 обалдеть меня сбрили просто за секунду очень но кому-то много одного да ломайся там одного я руку да а это был так это будет рядом с тобой янчик бегает до тела тела у тебя на джампане на джампане улетел у меня у меня вел у меня белый здесь белый белый надруга перед тобой ну ластовый на это на пожарке на пожарку летел и причем своих кинул и он виден на я просто ему 15 так его забрали и денис или еще с конечку далековато это я не вижу мне кажется они где-то и ху сидят а у меня на зимки на зимки со стороны андрея спина 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 вот он он тут вижу у меня там карась наверно на меня прям смотрит 72 там белый убил карася в кусте валяется еще в кусту сидят слева ой-ой-ой меня прям накидали янчик откажу прям больно накидали хотел карася добить не получилось у тарка у тарка у тарка у тарка и дуба нет не все 30 вот это да я чик он бил вообще белый по ногам по ногам стреляй буду вижу вот тут за елкой под деревом под деревом сидит а ты че ты че ты че и поди мне свой извиняюсь но 100 рублей положить копилочку ну это дот помогает что-то не думал что я им сделал почему не по месту стреляет еще одного нокнул перезаряжать 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 помогает он в этом году еще не на это бред не должно быть тут на картак на катак они где-то рядом у меня он за у меня у меня у меня пацаны монетка нужно срочно это че такое монетки скинули влияет забирай стал за камень за камень это что-то там три фотографа просто вот он один лежит убил так крис да хорошо правую сторону смотрю он там справа помер под горой они сидят вот тут вот тут сидят не грешит ленчик а янчик ног хорошо 1 хорошо нормально нормально вот я пришел сразу победочки пошли морячки вот такое видео у нас получилось я надеюсь вам понравился разбор данной локации и теперь вы с легкостью будете падать в сухие степи и выходить оттуда победителем обязательно поставьте лайк если вы не знали что там есть фонтан с питером гриффином да и напишите в комментарии какой мне обзор сделать следующем да на какую локацию а я почитаю и возьмусь за работу а с вами был адмирал и у мне еще остался один вопрос куда падай пока пока